Рассмотрев возможности скорочтения, в этой лекции мы поговорим об эффективной работе с научными материалами и о составлении отчета о прочитанной литературе. Чтение часто требует конспектирования или использования определенных отметок и закладок в тексте. Такая необходимость возникает для воспроизведения ключевой мысли из текста. Некоторые практические приемы позволяют делать в процессе чтения эффективные записи. При этом сам процесс не отберет много времени, а самой записи будет легко воспользоваться. Внимательное ознакомление с текстом вызывает определенные мысли, гипотезы, которые отвечают вашим собственным взглядом на вещи, вызывают определенный профессиональный или личный интерес. А умение предсказать будущую потребность в данных, которые содержатся в книге, и взять из нее все, что может пригодиться в дальнейшей работе, очень облегчит процесс введения записей. Если читаемая книга принадлежит вам, то записи можно делать прямо на полях. При этом можно использовать систему условных обозначений. Здесь могут быть знаки одобрения, например, подчеркивания или восклицательные знаки. Можно использовать также знаки непонимания или возражения, часто в форме вопросов, или даже знаки дополнения. Если вы работаете с библиотечной книгой, то делать в ней какие-либо отметки является признаком отсутствия культуры. В таком случае можно использовать записи в рабочих тетрадях, в электронных документах или на отдельных карточках. Большие преимущества имеет картотечная форма записи. Каждая запись делается на отдельной карточке из прочной бумаги или картона. Отдельная карточка используется для записи по одному вопросу и рассматривается как единица, которая имеет свое место в научной работе. Карточки можно систематизировать в любом порядке и делать вставки в тексте рукописи. Фиксировать информацию можно также с помощью рабочего списка литературы по теме исследования. Этот список отличается от списка литературы, который приводится в конце начисто оформленного научного произведения. Он заполняется по мере нахождения библиографических источников без учета алфавита и имеет смысл лишь в сочетании с информационно-поисковой системой по теме исследования. Его достоинство заключается в том, что каждый источник, запечатленный в нем, получает только один номер. При наличии рабочего списка литературы можно оперировать не громоздким полным библиографическим описанием литературного источника, а только его номером. Особой формой фактического материала является цитата. Под ней понимают дословный отрывок воспроизведения, высказывание, которое органично вписывается в текст научной работы как подтверждение или, наоборот, отрицание определенного мнения. Выписывать цитату необходимо тщательно, чтобы не терять время на уточнение. Отдельные мысли передаются часто своими словами без дословной выписки цитат. К вопросу правильного использования и оформления цитат мы вернемся в следующем модуле. Для того, чтобы не потерять заимствованную или свою мысль, ее можно зафиксировать следующим образом. В отдельном электронном документе или тетради составим таблицу из шести колонок. Колонки обозначат так. Порядковый номер источника, библиографическое описание источника, смысл прочитанного или дословная цитата, страница, на которой эту стату можно найти, и свои замечания с указанием темы, к которой относится мысль. Изложенный в таблице способ фиксирования информации наиболее неудобный с точки зрения написания обзора литературы по изучаемой теме. Проводя анализ литературы, легко допустить ошибку или примитивизм. Чтобы избежать этого, следует внимательно систематизировать взгляды ученых по изучаемому вопросу. Начать с систематизации важно с сущности явления или процесса, указывая на совпадение позиций авторов в отдельных аспектах. Далее выявляются компоненты или этапы развития процесса или явления. После анализируется предложение ученых по поводу пути решения данной проблемы на практике. Важно также подчеркнуть выявленные в предыдущих исследованиях трудности, которые встречаются в практике и пути их преодоления. Подытаживая, важно заметить, что изучение литературы осуществляется не для заимствования или компиляции материала. Читатель должен обдумать найденную информацию и выработать собственную концепцию. Продолжение следует...